Знаете, действительно, в том, что касается нашего кино, то ситуация катастрофическая, то есть тут надо быть именно пессимистом. То есть беда даже не в том, что наше кино коммерчески несостоятельно. Беда в том, что практически все участники кинопроизводства искренне убеждены в том, что они снимают кино для себя, а не для зрителя, который, собственно говоря, своим рублем или долларом и оценивает, вообще это кино или это нечто другое. То есть наше кино может быть спасено, тут я совершенно последовательный рыночник, только последовательным применением рыночных принципов. Киношники должны получать деньги только в том случае, если зритель идет на их продукцию. Если нет, тогда должны платить свои. У нас совсем другая ситуация, то есть деньги идут из других источников, мы получаем то, что получаем. И не должны обманывать нас призы, полученные на каких-то престижных фестивалях, потому что я убежден очень давно, что вот эти призы дают нашим фильмам для того, чтобы русские так и не научились снимать нормальное кино, которое хотелось бы смотреть. Я хочу сказать, что в плане техническом, ну и технологическом, сейчас кино умеют снимать уже не только в Голливуде, и, скажем, кинообразование лучше получать, как говорят те, кто проходил, это даже не в США, а, например, в Индии, в тамошнем Болливуде, там есть учебные линейки. Тут ничего тут не придумаешь. Если мы живем в рынке, то надо выйти по рыночным. По рыночным правилам возврата к социализму нет, пока или совсем, это уже другой вопрос. Но я хочу сказать, что и при социализме умели снимать плохое кино, но тогда были весьма взыскательные критики, которые, соответственно, могли поправить дело, заставить что-то переснять или не пропустить. Сейчас, ну, понимаете, вот у нас другое общество, видимо, к этому мы не вернемся. Поэтому остается рассчитывать только на зрителя.